То есть узкое дно и широкое туловище. А еще такой горшот очень удобно подхватывать ухватом. Вот так и называется ухват, потому что он подхватывает. Несмотря на вечернее время, в Одинцовском историко-кроведческом музее многолюдно. В традиционную ночь искусств сюда пришли юные ценители прекрасного. Ребятам рассказали об особенностях русской избы, наших традициях и культуре. Для нас в Одинцовском историко-кроведческом музее это уже юбилейная пятая ночь искусств. И ночь искусств всегда проходит под девизом «Искусство объединяет». В год сохранения культурного наследия мы посвящаем эту ночь искусств в Одинцовском историко-кроведческом музее истории русского быта. Узнав, как жили наши предки, ребята закрепили информацию в увлекательном квесте. Родители тоже не скучали. Для них сотрудники музея провели экскурсию по другим экспозициям. Такие мероприятия в течение всего дня могли посетить все желающие абсолютно бесплатно. В первую очередь привлечь людей в музей, показать, какие программы есть в музее, какие выставки. Потому что порой люди очень редко сами могут дойти до музея. Тем более выходной день, праздник, возможно, побыть с семьей и как-то культурно провести время. Лучшего семейного выходного и не придумать. В завершении программы самые маленькие участники ночи искусств смастерили необычную игрушку. Так называемую куклу-закрутку из лоскутков. При этом занятие по душе в этот день нашел каждый посетитель. Музей стал просветительской площадкой. Мы готовы принимать людей. Мы соскучились по людям. Мы очень счастливы, что к нам теперь приходят посетители разных возрастов. И все находят какую-то тему интересную для себя. Сотрудники музея регулярно проводят культурные мероприятия, обновляют экспозиции и выставки. А экскурсоводы всегда расскажут посетителям о самом интересном из жизни нашего округа. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.